Ну, среди моих знакомств есть менеджеры, по счастью, сотрудников, но вот экспертов по изменению у меня еще не было. Ну вот Ксения, таковым является. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Роман, я буду у вас первой. Вот вы будете у меня первой. Расскажите вообще, что значит быть экспертом по изменению? Это очень интересно. Не все любят изменяться, потому что изменяться — это больно. Изменять процессы, внутренние состояния, все, что происходит в компании — это больно. Потому что это что-то новое. Определенный выход из зоны комфорта. Постоянный выход из зоны комфорта. Но когда бизнес растет, масштабируются, процессы какие-то устаревают, они приходят к катализму, и это надо менять. Ну, то есть, когда люди уже готовы принять это как факт, тогда уже начинается новый этап в жизни, новая волна, новая версия. Вот как понять, что пора идти навстречу изменениям? Да, это моя любимая тема. Вчера я рассказывала про то, как понимать, когда ресторану пора изменяться. Должен быть какой-то срок годности, наверное, срок работы или срок службы должен пройти. К сожалению, нет такой инструкции, когда тебе один год, поэтому тебе уже пора идти в школу или пора изменяться. А есть определенные маркеры, которые можно выявлять. Их можно выявлять с точки зрения внутренних бизнес-процессов, когда мы понимаем, что надо перестраивать бизнес. А еще можно понимать, потому что у нас есть гости. На самом деле, это люди, которые всегда с удовольствием скажут, что надо изменять, когда надо изменять. Но к этому надо подходить методологически правильно. Хотел спросить, как раз на чем основывается эта экспертиза. Потому что мнение может быть объективным, может быть субъективным. Но есть какие-то наверняка эффективные инструменты, которые позволяют эти изменения максимально эффективно внедрить. Ну, если говорить про гостей, есть понятие клиентский сервис. У нас очень популярная тема с соцсетями, с отзывами, с обращениями. Но, откровенно говоря, с ними мало кто качественно работает. С ними можно работать и получать из них обратную связь. И когда с ними работаешь, можно поставить себе маркер. То есть, когда нам х раз предложили что-нибудь, об этом уже стоит подумать. То есть, мы там собираемся и доуточняем этот нюанс. Нам стоит идти в это изменение или не стоит идти в это изменение. Причем, изменения могут быть как положительные, то есть новая идея. Очень часто в ресторанах, ну, если надо что-то менять, ну, наверное, стоит перекрасить потолок. Ну, например, в желтый или купить новую люстру. Ну, это часто так бывает со стороны собственника. Если параллельно задавать вопросы гостям, они будут говорить, что, наверное, вам пора поменять тарелки, посуду, ввести новые блюда. Но это не так приятно, честно говоря, как красить потолок. Но с этим можно работать, да. Сколько времени нужно для того, чтобы перейти от одной, скажем так, от устаревшей бизнес-модели к новой? Это бесконечный процесс. Ну, то есть процесс изменений, он постоянен. То есть не останавливается никогда. Да. Ну, то есть есть чудесная фраза «изменяйся или умри». Меняется рынок, меняются обстоятельства, меняется потребительский спрос, пожелания, предложения. Мы все время что-то меняем. Даже в тот момент, когда мы сегодня в одном костюме, а завтра в другом, это изменение. Просто оно не очень болит. Не очень очевидное. Оно привычное, оно нормальное. А когда уже происходит такое, что надо изменить бизнес-модель, изменить процессы, боже мой, изменить стандарты. Это же очень больно, потому что мы их до этого два года писали, потом полтора года внедряли, и теперь их надо менять, как это работает. Но если не переходить к этому, то модель устаревает, сотрудники перестают быть счастливыми, владельцы начинают уставать и не любить свой бизнес. Краткий совет нашим зрителям. Почему нужно не бояться изменяться? Потому что можно выработать себе позицию, что это на самом деле кайфово. Это драйв, это новое, и человек может получать от этого удовольствие. В плане того, что ты не ходишь одной и той же дорогой постоянно. У тебя есть вариации. Ты можешь управлять процессами, и процесс изменения, он управляемый. Но к этому надо прийти. В общем, друзья, будьте внимательны к своему бизнесу. Если вы давно задумывались об изменениях, то Ксения Лукьянова, эксперт по изменениям, расскажет вам о том, как это сделать легко, безболезненно, ну и, может быть, даже весело. Конечно. Спасибо. Весело. Спасибо. Спасибо.